Мастера Маргариты обязана быть книгой, которая сформировала часть сознания, как и весь Булгаков. Поэтому, наверное, назову эту книгу в первую очередь, перечитываю регулярно, всегда открываю новое, всегда нахожу отражение действительности, в каком бы времени ни находился. Второе, и мы, я думаю, что сегодня говорили об этом, это уже из такой студенческой молодости, Generation P, обязательно. И все проистекают. То есть, именно я говорю те книги, которые прямо сформировали часть мировоззрения. И, наверное, из тех, что буквально недавно были прочитаны, тоже очень интересная книга Роберта Саттона из Стэнфорда, она называется «Не работайте с мудаками, что делать, если они вокруг вас». Это больше такая книжка профессиональная, нижнехудожественная, в очень интересной форме, в «Гарвард бизнес региона» частично публиковалась, тоже очень советую полезно прочитать. Там, как и все в таких вот Стэнфордских и вот этих гарвардских книжках, там всегда все очень просто. То есть, тебе нужно либо избегать максимально контакта, потому что результат всегда будет негативный, и по мере, как можно быстрее от них избавляться и в своем окружении, и в организации. Вот, потому что они будут приводить аналогичных себе людей и укрепляться в этом, и эффективность будет падать. Две еще, ну это тоже маст, это Чиксент Михай и «Жизнь в потоке», ну и про маятники, значит, «С силу намерения» Вадим Зеланд, ну или группа людей, которые называют себя Вадим Зеланд, есть такая тоже легенда. Стоит почитать, не все прикладное, но многое. Я вообще склонен считать, что вот эти все люди, которые там рано или поздно открывают вновь решение всех вопросов жизненных, или самые лучшие продажи, как у Суфьяновой, или гармония с собой, или вечное здоровье, это такое ощущение, что вроде там все и правда, такое ощущение, что это осколки какого-то одного большого знания, которое когда-то было известно людям или существам, которые жили до нас, а потом оно разлетелось, и они всплывают у людей, у которых талантовых людей, у которых есть прямой контакт с торсионными полями и информационными полями, они эти кусочки собирают, и, собственно говоря, все так оно и есть. Но вот здесь, в этой книжке кусочек, в этой практике часть, здесь йога, здесь жизнь в потоке, здесь медитация. И в итоге, если все это собрать, то снова получится это знание. Поэтому я вот тоже для себя стараюсь его собрать, чтобы не быть в однобу как-то развито.